Чем больше сучков, тем больше смолить эта вся история будет. Она уже 8 лет стоит в сауне на трех гвоздях, но ее нигде не покоробило, и ничего с ней не произошло. Один из самых ароматных сортов дерева на планете, я бы так сказал. Эксклюзивно, необычно, дорого-богато. И это именно уже влажный пар. Ну и все, и тут уже можно парить. Очень приятно. Все, и камера уже запотела. Здравствуйте, дорогие друзья, вы вновь на канале Форнакс Филм. Обычно мы разговариваем про железяки, про то, что сваривается, про то, что гнется, про то, что потом шипит, нагревается до высоких температур и дает тепло, либо пар. Но сегодня разговор совершенно про противоположную тему, про древесину. Да, друзья, сегодня речь пойдет о материалах для отделки бань и... Саун. И сегодня мой соведущий, ведущий специалист компании, русский мастер, Роман Патрушев. Здравствуйте. Да, сегодня мы находимся в городе Санкт-Петербург, в нашем шоуруме на Уманско 84. Здесь у нас представлен, наверное, самый широкий выбор отделочных материалов для бани Саун. Наверное, во всей России, не побоюсь так сказать. Вот, поэтому сможем вам сегодня показать все варианты, то есть от недорогих, бюджетных до каких-то премиальных, и которые, скажем так, хорошо показывают себя и в саунах, в банях, и относительно недорого стоят. В общем, поговорим сегодня обо всем. Начнем с азов, посмотрим, что есть на рынке, какие материалы используются чаще всего и почему. В общем, давайте так, начнем представлять материалы самых простых, традиционных материалов. Это осина, то, что применялось годами ранее, то, что применяли дедушки, наши бабушки. Вот, материал лиственной породы, соответственно, подходит для отделки вань. Очень, скажем так, бюджетный. Ну, у нас представлена здесь бессучковая осина. Сейчас на рынке, скажем так, имеется, но не пользуется популярностью. Почему? Это достаточно рыхлая древесина, и на самом деле, ну, даже по сравнению с хальхой, так по нашей практике, достаточно неплохо гниет, чтобы про нее не говорили. Нижние венцы всегда у вагонки, если попадает влага, плохая, допустим, вентиляция сделана, то моментально распространяется плесень, знаю, по собственной сауне, по собственной бане даже, не сауна, а баня. Простояла она там, может быть, лет шесть, и потом все пришлось отодрать, выдернуть, потому что низа все сгнили. Вот, поэтому она есть, бюджетный кластер, но кроме нее еще много другого, и тем, собственно говоря, дальше. Это уже материалы из липы и ольхи. Липа материал очень похожий на осину. Внешне, внешне. Внешне, да, внешне похож по цвету, но по сути своей осина со временем не только начинает гнить, но и теряет вот эту белизну. То есть она сама по себе начинает такой серый оттенок давать. Липа же лишена такого свойства, поэтому она сохраняет свою белизну. Как белый материал, ну мы на самом деле, ну не мы, скажем, я, да, на своем опыте тоже рекомендую чем-то покрывать. Много на рынке банных составов, и чтобы эта вагонка сохранила свою белизну, быстро не пачкалась, все-таки лучше покрыть масла, банные лаки, ну и прочие варианты. Ольха. Отличный вариант в бюджетном сегменте, опять же, но древесина уже красноватая, не такая белесая, поэтому говорим, что она менее маркая. То есть есть какие-то брызги, следы, они не так сильно заметны, естественно, как на белой древесине. Белую древесину, поправьте меня, если я не прав, лучше использовать для небольших парных, тогда она будет казаться светлее и больше. Есть такой эффект? Ну это визуальный эффект, да. Еще бы я сказал так, если мы делаем какую-то русскую баню, где мы будем каждый раз ходить с вениками, париться, проливать воду, то лучше вообще остановиться на чем-то другом. Дальше мы поговорим, что подойдет получше. Либо взять ольху, не такая белая. Вот, поэтому, а если мы хотим сделать, допустим, сауну в квартире, да, где стоит электрическая печка, мы будем заходить погреться туда, вот, то белая древесина здесь уже больше подойдет, потому что там не будет таких сильных загрязнителей, скажем так, да, поэтому там уже можно использовать ее, ну, чаще. А здесь у нас на стенде еще под основным материалом есть еще очень похожие по текстуре, да, но отличающиеся по цвету материалов. Вот этот вариант. Да. Вот этот и вот этот вот. Это у нас уже термообработанная древесина. Это та же самая осина, это обычная, это термообработанная, совершенно разный цвет и, по сути, продукт уже получается совершенно другой. То есть, несмотря на то, что это осина и осина, и многие покупатели скептически относятся, то есть, как бы, ну, осина же, что-то очень старое, простое. На самом деле нет, термопродукт это уже совершенно другая вещь, лишена многих своих отрицательных свойств, вот, и приобретает после термообработки много положительных. Давайте про них вам вкратце расскажу. В общем, термодревесина, она не подвержена, практически не подвержена гниению. Почему? Потому что древесина помещается в камеру, где температура 180-200, иногда чуть больше градусов, создаются вакуум или специальные паровые условия, благодаря чему она не возгорает. И, по сути, это уже не дерево, но еще и не уголь, нечто среднее такое. В ней нету никаких питательных веществ, поэтому в древесине не размножается ни грибок, ни плесень, просто нечем питаться. То есть, там целевоза, по сути, одна остается или наоборот? Вот, наоборот, там выгорают вот эти все, выгорают все смолы, во-первых. То есть, даже термообработанные хвойной породы, ели сосну. Забегая вперед, да? Да, да, забегая вперед, можно использовать. Смолы там уже будет ноль совершенно. Вот, и плюс, как бы, вот такое свойство, как отсутствие гнения, появляется еще очень хорошая стабильность. То есть, древесное волокно, оно стабилизируется в высокой температуре и перестает впитывать влагу. То есть, самая частая такая проблема с деревом, когда мы работаем, да, в любом помещении, это то, что она набухает, когда влажность высыхает, сужается древесное волокно и материал, соответственно, когда сухой климат. То с термодеревяшкой такого не происходит. То есть, вот она, сколько на нее воды не поливай, она будет мокрая, но древесное волокно уже не набухает, и поэтому геометрия стабильная. Можно не бояться, что она рассохнется, ее поведет, выкрутит, будет без проблем. И плюс еще, вот что говорить именно, если про сауны, да, это совершенно не маркий материал. То есть, уже проверено у нас на сотнях объектах парся, брызгай вениками, поливай стены из ковшей. Сначала это все мокрое, в следующий день приходишь, все высохшее, ни следов, ничего не остается. Это супер. Даже внешне уже гораздо благороднее, мне кажется, этот материал. Обычный материал, самая недорогая осина, да, выглядит уже гораздо интереснее. Здесь сделан у нас профиль СТС, такой более современный угловой профиль. И вот классический, когда с такой закругленной фасочкой, то есть на любой вкус и цвет. Материал бессучковый, то есть подбирается, все будет смотреться просто отлично. Есть еще классические материалы для бани, это же, естественно, наверняка кедр, да? Пусть да не наш, не родной сибирский кедр, а канадский. Ну, есть у нас и канадский кедр, и есть у нас и сибирский кедр. Про сибирский кедр, скажем так, что применять его в саунах можно, но все-таки лучше брать бессучковый материал, потому что сибирский кедр, по сути, сибирская сосна. Вот, в ней содержатся смолы, и, соответственно, чем больше сучков, тем больше смолить эта вся история будет. Кого-то это не пугает, кого-то пугает, но мы всегда об этом говорим и предупреждаем заранее. А если говорить про канадский кедр, вот он. Это уже, по сути, совершенно другой материал. На самом деле, да, кедр – это торговое название, да, маленький секрет. Это туя. В учебниках биологии это туя гигантская. Вот. Бренд во всем мире – это Red Canadian Kedr, то есть красный канадский кедр. Древесина характерна чем? Очень сладковатым, насыщенным ароматом. Один из самых ароматных сортов дерева на планете, я бы так сказал. Сауна из канадского кедра строится и в Америке, и в Австралии очень много проектов, и в Европе. То есть, ну, по всему миру этот материал очень популярен. Соответственно, это импортный продукт. Произостроит он в Север Америки, Канады. Логистика, ценообразование, цена у него, ну, соответствующая, да. То есть, это такой небюджетный кластер. Но вы всегда можете сделать из него какую-то вставку или отделать часть, потолок, допустим, очень часто делают в помещении. Кедр сочетают с ольхой. Они где-то плюс-минус, тональность у них пересекается. Да, близко. Вот. Поэтому добавите обалденный аромат. Аромат, скажем, сразу не пройдет ни за год, ни за два, ни за три. И есть опыт, используем там около десяти лет. И если поливаешь его водичкой, древесина начинает раскрываться, и аромат появляется обалденный. Но, что стоит про него сказать, что кедр канадский, это очень пестрый материал. И много покупателей, когда приходят, особенно девушки, да, они очень много времени уделяют цвету. Цвету доски, цвету вообще в принципе. И когда говорят, что мы хотим, чтобы у нас был цвет вот такой, то с кедром канадским так не получится. Вот здесь весь стенд из канадского кедра в разных профилях, широкий, узкий. И он, как видите, очень разный. Да. То есть есть доска темно-коричневая, есть доска розоватая, есть доски, я даже фотографии себе делаю на телефон, чтобы клиентам показывать, когда одна доска, и она пополам. Одна сторона почти белая, другая половина почти коричневая. То есть здесь на стенде вы специально показываете, что в одной партии древесины может, не только даже в одной, да, на одной пласке, да. Да, на одной доске она пополам вот так вот разделена природой своей, и она очень пестра. Поэтому вот у нас работы здесь наши представлены, да, и видно, что вот они вот. В принципе, канадский кедр, да, чаще всего выбирают люди, ну, скажем так, да, небюджетный материал, и работать с ним должны профессионалы, кто знает, как это делать. Нельзя брать просто пачку и прибивать вот так вот, не глядя, все это монтировать. Это сначала все раскладывается, подбирается по градиенту, по площади помещения, и потом уже с умом, с толком, с расстановкой монтироваться. А так, это материал, конечно, обалденный и по запаху, и по своим свойствам. Мы остановились на канадском кедре. Здесь мы уже обо всем поговорили, поняли, что это один из самых, наверное... Ароматных. Ароматных. И за счет большого содержания эфирных масел дерево отлично сопротивляется гниению. То есть, можно не бояться, что эта история быстро закончится, это на десятилетие. А можно из этого материала делать не только отделку, да, а какие-то там... Ну, то есть, не стены, не только полки там, да, а еще какие-то там вот здесь трапики, да? Трапики? Ну, для трапиков лучше все-таки другие применять, древесины, кедр можно, но на самом деле, наверное, нецелесообразно будет. Дорогой получится трапик и не совсем практичный. Можно взять гораздо практичные, термообработанные, допустим, какие-то плотные сорта дерева. Там термоальху мы часто берем на трапике. Отлично лежит и получается и классно, и плюс-минус все достаточно в приемлемом бюджете. Ну, в зависимости от проекта, от дизайна на самом деле, да, то есть, работает дизайнер тоже, чтобы это визуально все было красиво. В том числе и из канадского кедра трапики тоже бывает. Канадский кедр – одно из самых крепких деревьев, да, по плотности древесины? Нет. Нет, плотность на самом деле при использовании в бане, в сауне, да, плотность здесь далеко не главной, да и зачастую отрицательной. То есть, плотные сорта древесины в сауне, их начнет обязательно крутить. Плотные сорта, они всегда очень, скажем так, напряженные, как бы их там не обрабатывали, не сушил, но всегда более напряженные. Поэтому для парильных помещений подходят средние плотности – это 400, 500, 600 кубов на куб. Вот все, что там 800, 900 и за тонну. Ну, и опять же, плотность очень сильно будет влиять на коммультивную способность древесины нагреваться. То есть, плотные стены, мы от них будем моментально обжигаться. То есть, если парилка стоит несколько часов, стена будет себе накапливать, ну, горячая парилка, да, стена будет накапливать тепло, если это плотный материал, он будет обжигать. Тогда мы, Роман, перейдем к следующему дереву, да, которое как раз самое неплотное, да, да, деревесина, которая владает минимальной плотностью на рынке, вот, это абаши. Это африканская древесина, но на самом деле достаточно широко применяется в отделке парильных помещений, не только в России, но и зачастую и различные финские сауны и бани мы видим в исполнении именно из абаши. Он бывает как своего родного цвета, это вот такой вот белый оттенок, да, осину липу напоминает, вот, но структура древесины совершенно другая, здесь нету годовых колец, здесь есть такая пористость интересная, которая характерна именно вот южным сортам в Африке и в ряде еще азиатских регионах, такой рисунок можно встретить. И также он бывает еще термообработанный. Ну и да, светлая древесина, соответственно, очень марки. Здесь, скажем так, и плюс, и минус, вот, то, что древесина очень пористая, соответственно, она совершенно не обжигает, в частности, большой популярностью пользуются полки, да, из абаши. Почему? Потому что очень пористая древесина, и она не накапливает себе тепло, и когда мы на нее садимся пятой точкой, она быстро под нами моментально остывает. Это можно даже проверить, просто вот две доски кладешь, потом руками ее трогаешь и действительно ощущаешь разницу, сам тестил ради интереса. Вот. Стены, здесь вот профиль именно для использования в стенах. Белые будут пачкаться, поэтому это хорошо подойдет именно для саун каких-то, а если мы хотим сделать баню, то лучше уже брать термообработанный. Опять же, не будет греться, но за счет уже термообработки вот такой вот цвет имеем, и, соответственно, эта история не будет у нас маркой. Плотность у него где-то 300 килограммов на куб. Очень легкий. Некоторые доски просто берешь, они как пенопласт, такие прям практически ничего не весят. Вот. Но, опять же, достаточно мягкий. То есть, в частной бане хорошо, если какие-то коммерческие парилки, либо парилки, где будут гости часто приходить, лучше выбирать уже что-то, что-то другое, наверное. Есть еще достойные материалы для отделки бани? Пока это, наверное, вот эта троица самая популярная, да? Ну, одна из таких ходовых, но я бы еще туда добавил вот такой материал. У нас он пользуется большой популярностью, очень полюбился и нам, и многим нашим клиентам. Это, на самом деле, термообработанная ель. Как ни странно, да, это северная ель. Доска называется шале, потому что она, ну, как бы, похожа, да, на отделку альпийских шалей. Там это происходит все, такая обработка, вот, брошировка солнцем и ветрами. Здесь ее делают искусственно. Термообработанная ель уже пригодна для использования в парилке, потому что смолы там ноль, никакой смолы не выпаривается. Плюс мы достигаем очень большой стабильности, как я уже говорил, поэтому вот здесь профиль, почему еще людям нравится, да, 200 миллиметров, небольшая толщина, очень красивый рисунок, и все это отлично стоит и в саунах, и в отделке простых помещений, и много фасадов в том числе мы уже вот из такой доски выполняли. Здесь вот есть у нас некоторые фотографии наших работ, где эта доска используется. Наши сауны у нас в шоуруме сделаны из этой доски. Так, у вас в шоуруме есть сауна? У нас есть сауна в шоуруме, где использована эта доска, можем ее там посмотреть. Это действующая сауна? Это действующая сауна, мы там сейчас включили печку, можем поддать парку. Роман, я уверен, что почти все, что мы сейчас только что с вами рассмотрели, хорошо знакомо с зрителями канала, зрителям канала Форнаксфильм. Чем вы можете просто так вот удивить, ушибить наших зрителей, какое самое необычное дерево, с каким самым необычным деревом вы работали? У нас таких не одно, а несколько. Поэтому да, есть такие эксклюзивы, которые представлены не во многих магазинах, а некоторые только у нас. Допустим, вот этот вариант, доска, древесина называется фраке. Это тоже привозится из Африки, но это уже плотнее, чем абаши, поэтому применяется в саунах и частных, и коммерческих, если надо. Доска идет без сучковая, с очень интересным рисунком, таким достаточно экзотичным. Сразу видно, что это что-то не местное. И 200 миллиметров ширина, 4 метра длина, ни одного сучка. Выглядит она сногсшибательно. Плюс еще можно добавить термообработанное магнолия. Магнолия? Магнолия, да. И эта магнолия произрастает в Южной Америке. Пестрый получается у него рисунок. Древесина с интересным таким, скажем так, своим визуалом. Про запах, кстати, скажу. Мы говорили про канадский кедр, про его такой сладковатый аромат. Термодревесина тоже интересный свой аромат обладает. Причем мы можем брать любую термодревесину, термогель, термоосину, термофраке. Пахнуть у нас будет одинаково. Это такой запах немножко копченый, дымка. Отлично подходит в банных помещениях, скажем так. Древесный аромат, немножко с дымком у любой из них. И это прекрасно сочетается, на самом деле, с торфяным виски. С торфяным виски, с можжевеловым панно, которое также размещается в саунах. Получается отличный такой древесный букет в помещении. И, наверное, вот такая корона, вершина, это один из любимых материалов у клиентов в премиальном сегменте, скажем так. Это древесина Pina Premium, то есть это сосна, но сосна непростая, чилийская, либо новозеландская ее называют. Она характерна специальным распилом, то есть это радиальный распил, чтобы показать всю красоту больших годовых колец. Это плантационный материал, то есть растет он на искусственных плантациях. Ускоренный рост позволяет делать вот такой вот красивый рисунок. Плюс до 5 метров длина, очень широкий профиль и также бессучковый. Выглядит совершенно сногсшибательно, термообработанный, совершенно, соответственно, не боится ни грязи, ни воды и прекрасно служит. Но там же совершенно другая ценовая категория. Ценовая категория у него не маленькая, да, это такой премиальный сегмент, но, скажем так, как все дорогое и хорошее, пользуется популярностью. Ну и стоит своих денег. Стоит абсолютно, да. Из него делают и отделочный материал, это вот стены, потолки и также есть еще и полковая доска. Можно сочетать, то есть не обязательно делать парильку в одном каком-то дереве. Можно сочетать два, ну максимум три сорта, чтобы разнообразить интерьер. Полки сделать темными, стены более светлыми. В общем, у нас выбор большой на любой вкус и цвет. Это ваш любимый материал. Моё любимое. Собственную баню, я уже говорил, что я была раньше из осины, достаточно быстро сгнила. Потом я ее переделал вот в эту доску. И история, кстати, хорошая у меня есть про нее. Когда делаешь сам, ну своими руками, да, то есть сделал отделку. И когда крепил, прикрепил ее, наживил на гвоздике. Думаю, когда все пройду, потом проколочу, доделаю как надо. Ну и естественно, я ничего не доделал. Она у меня уже там где-то лет, наверное, семь или восемь висит на трех гвоздях. Кстати, ну это хороший показатель ее стабильности. То есть вот она уже восемь лет стоит в сауне на трех гвоздях, но ее нигде не покоробило и ничего с ней не произошло. Поэтому очень это говорит о термообработке, да, и вот о этих свойствах именно стабильности древесины. Несмотря на такой, как бы, широкий профиль. И смолы нету, да, то есть даже вот в зоне печки, где древесина очень сильно нагревается, никакой смолы не выделяется. Ходим туда регулярно с вениками, брызги, ничего не остается. Многие боятся, что листья будут прилипать. Древесина здесь браширована идет, но на самом деле ничего не прилипает, все в порядке. А вот такой провокационный вопрос. Что же лучше, баня с собственным запахом, либо же баня с ароматами какими-то трав, которые используют при запаривании веника? Вообще, вот, бывают такие случаи, когда вот собственный запах бани мешает, наоборот. Ну вот, или у каждого свое отношение, наверное. Поездив по разным баням, там, нашим и не только, я бы сказал, что хорошо и то, и другое. Допустим, как я это вижу, да, мы пришли в парилку, не замачиваем пока никаких трав, у нас один аромат древесный. Потом захотелось нам как-то это все дело преобразить, мы там заварили там ромашку или еще что-то. Букеты, которые всегда получаются при этом, я бы их не назвал какими-то, ну, несочетающимися. Это всегда отлично сходится во что-то одно, да, в такой хороший, насыщенный ароматный букет. Поэтому и то, и другое всегда только в плюс. Ну что ж, здорово, спасибо. У вас в парной, я смотрю, вот все стены изготовлены из разного материала. Это специально для того, чтобы показать... Ну, естественно, да, как бы это выставочный макет. Все-таки в живой бане так ляписто, никто не делает, да. Ну, нам нужно показать это хотя бы какими-то большими фрагментами, хоть как-то. Поэтому одна стена у нас из доски шале, другая вот из пина премию, потолок из канадского кедра. Узкого профиля, кстати, вот видно, какой он, да, перстенький. Здесь вот такая доска, здесь вот она почти какая-то, по цвету. Вот. И многие заходят, действительно, кому-то нравится стиль кантри. И он говорит, вот классно. Сучки вот это вот, живое такое, все натуральное. А кто-то, девушки особенно, дамы, им нравится, чтобы было вот так вот гладенько, шелковисто, блестело. И никаких вот таких вот трещинок не было. Полки, соответственно, тоже вот здесь сделаны из доски пина премию. Это уже полковой профиль. Можно сочетать. Стены сделать такие. Полок более такой фешенебельный, скажем так. Ну и кроме того, здесь у нас установлена печка. Здесь у нас выложена стенка из плитки черного кварцита. То есть это можно все посмотреть тоже вживую, как это работает. Печку мы здесь периодически запускаем, чтобы показать, как это все вживую происходит. Сейчас можем на нее тоже поддать. Да, то есть вы добиваете своих потенциальных клиентов убойным аргументом, когда уже все. Так, конечно, это же то, что надо. Ну, печка-термос, ее на самом деле только так и нужно показывать. Потому что когда просто человек смотрит условно на такое ведро, он не понимает. А когда ты с ней проходил, реально попарился, ты понимаешь все ее прелести. То есть вот печка-термос, наверное, электрический вариант, единственный, который может создать эффект русской бани. За счет того, что она не перегревает воздух в парной. Особенно в небольших помещениях, да? Да, ну она на сильно большие помещения не рассчитана там. Но и побольше этой баню она протопит запросто. Разные мощности у этих печек есть. 100 килограмм камней. И нагрев именно идет пара. То есть внутри уже камни разогрелись. Ну, кстати, показываю здесь. Порядка 300 градусов должны быть они. И когда мы зашли, вот здесь просто обычное помещение, да? Здесь температура, да. Сейчас она крышку открыла, поднялась. Но все равно там до 30 градусов здесь. Но когда начинаем поддавать, мы ее заполняем паром соответственно. И это именно уже влажный пар. Воздух у нас здесь не перегрет. И здесь нет конвекции лишней. Ну и все. И тут уже можно парить. Очень приятно. Все. И камера уже запотела. Роман, ну я вижу, что здесь и вообще необычные вещи у вас представлены в торговом зале. Да, то есть это уже не какие-то вагонки или широкие панели. Это необрезные доски из доски Кела, полярная сосна. Либо из нее же полубревно. Либо вот такие вот в стиле кантри доски из ольхи с корвой. Это для любителей брутального такого стиля. Таких проектов тоже много. И допустим, у вас баня сделана из кирпича, либо из газобетона, либо каркасная. Но мы ее можем отделать внутри вот таким вот полубревном. И тогда создается эффект, что мы заходим в парилку, такого векового уже сруба. Сказав про древесину Кела, полярной сосны, что можно отметить из плюсов? Это северная сосна, которая умирает естественным способом. То есть ее не спиливают живой. Она умирает на корню, высыхает. Ее обрабатывают ветра, короед, солнце. Древесина очень плотная за счет того, что она растет на севере. То есть небольшое бревнышко, но здесь годовых колец. Ну я не знаю, под сотню, наверное. То есть очень много. Поэтому это достаточно плотная древесина. И несмотря на то, что здесь такие точечки от короеда, естественно, никакого короеда там нет. Там уже никакого короеда. Да, никакого короеда. Он уже все съел, что хотел. И ушел. Да. Ушел своей дорогой. Дальше это бревно спилили, распилили. И вот делали. Кстати, делаем не только частные бани, но и коммерческие. То есть это какой-то большой гостиничный комплекс или спа-зона в фитнес-клубе. Отделали вот такой вот неоднократно таким вот полубревном. Получается обалденный эффект. Ну и полковые доски, на самом деле, для таких проектов тоже берутся уже не обычные, вот небольшие. А именно берутся большие спилы под 400, 500, 600. Большой толщины. Тогда получается обалденный эффект. Либо ольха с корой. Можно кору снять, можно оставить. Здесь уже у нас идет бессучковый материал. Смотрится тоже обалденно. Здесь сучками. Доска Келла. Вот полубревно не будет выделять смолу. А вот доска, которую спилили, вот здесь вот может смолить. Всегда об этом предупреждаем. Поэтому в проектах потолки можно сделать из ольхи, которые лиственная порода и не содержит смолы. А стены, допустим, уже можно при желании отделать и такой доской. Еще одна парная. Да, еще одна парная. Здесь уже печку не включал, а то здесь было бы очень жарко. Здесь она отделана тоже интересными материалами, совершенно необычными. Это и канадский кедр. Здесь он у нас 140-й профиль на стене справа. Слева на полках тоже он. Стенка здесь задняя из доски фраки. Здесь вот мы ее так в масштабе можем посмотреть. Бессучковая, с очень красивым рисунком. Но на самом деле хочу показать вот эту штуку. Сейчас ее предлагаем, и многие заказчики выбирают. Это дранка. Это дранка, которую можно использовать в парилках. Это, кстати, сибирский кедр. Мы говорили про вагонку делочную. А это дранка из него. Включаем мы здесь периодически печку. И на проектах у нас она используется с дровяными печами. Не уделяет смолы. И интересный очень внешний вид. То есть это уже не вагонка, не какая-то доска, а совершенно что-то нечто иное. Слушайте, но у нее же такой же материал, что со временем его может и повезти, но это ему не помешает, а наоборот добавит какой-то изюмки. Да, да, конечно. Потому что здесь панельки все разные, широкие. Они не сильно ровной геометрии. Но они и не должны быть такими. И поэтому если что-то там чуть-чуть где-то погнулось, это совершенно внешнюю картину нашу абсолютно не портит. Звездное небо, кстати, если про подсветку говорить. У нас 21 век на дворе. И освещение парной, оно тоже уже, скажем так, особенное. И вот этот вариант, это оптоволокно от компании Криити. Это в Финляндии только такие делает. Многие думают, что это лампочки. Здесь находятся лампочки, диодные. Но на самом деле здесь нет никаких лампочек. Это именно оптоволокно. Оно сделано из очень-очень тонких стеклянных нитей. Они гнутся, но не ломаются. Стеклянные нити выдерживают до 180 градусов. Поэтому можно использовать в любом углу. Парной, в самой жаркой зоне. Вот, допустим, печка, которую мы смотрели, термос. Она оснащена внутренней подсветкой, чтобы камни казались раскаленными. Там стоит оптоволокно, красного цвета светит. И оно установлено прямо внутри печи, где температура гораздо выше, на самом деле. И тем не менее, оно там работает. Блок, который излучает свет, монтируется под полками, либо в соседнем помещении. А свет уже по тонким нитям распространяется, соответственно, и монтируется. Либо как звездное небо, либо как подсветка можжевелого панно за спинкой, точками. Смотрится очень красиво. Можно управлять с телефона, можно разные цвета добавлять. В общем, это такая фишечка от наших финских друзей. У вас в каждой парной есть, естественно, вентиляция. Вот насколько решающую роль играет наличие качественной вентиляции в долгой службе всей отделки парной. Я бы сказал, что наличие правильной вентиляции играет такую же роль, как наличие печки в бане. Потому что если вентиляции нет, то мы получаем, ну, уже не баню, а а-ля душегубку. Будь это или русская, или финская, всегда надо делать вентиляцию. У нас для этого есть специальная уже система. То есть продается готовый специальный вентиляционный короб. Мы его делаем под заказ, ну, и заказываем всегда к нам на склад. Делаем таким, чтобы его можно было монтировать сразу в каркас стены. И он у нас нигде не выступал. То есть он внутри каркаса проходит. Один забор воздуха идет под полком, другой забор воздуха идет под потолком. И все это выводится уже под потолок, где подсоединяется вентиляционная гофра и к шахте вентиляционная. Друзья, ну, выставочный зал компании «Русский мастер» – это вот как пещера Алибабы. Здесь, оказывается, есть еще второй этаж. И здесь есть куча интересных материалов, куча интересных решений, которые я просто не могу не попросить рассказать Романа. Да, хочу показать нашим зрителям такой вариант, который мы делаем и предлагаем, скажем так, эксклюзивные решения от нашей компании – это полки. Делаем их из разных пород дерева. В данном случае здесь у нас доска пина «Премию». Это целиком полностью наша, скажем так, разработка и работа. Для этого куплен большой станок ЧПУ, который непосредственно занимается производством этих изделий. Это и вот такие вот изогнутые интересные подколенные профиля. У них очень хорошо монтируется там подсветка. Это вот такие вот интересные щиты. Видим, здесь такой интересный поворот, как бы доски. Вот это мы то, что у себя проектируем и делаем. Эксклюзивно, необычно, дорого-богато. Ну и также на этом стенде хорошо представлены тоже дополнительные аксессуары банные. Это и специальные банные светильники, термометры, гидрометры для бань с подсветкой. Это и интересные вот абажуры такие со своей подсветкой. Можно менять цвет, задавать любой тон. Очень популярная штука в свое время, да и в принципе сейчас. Шайка. Шайка с подсветкой. Монтируется всегда рядом с печкой. Когда наливается водичка, смотрится это все обалденно красиво. В Харвере, по-моему, есть. Это Крити. Это Крити. В принципе, только они занимаются такой штучкой. Сходили, налили, поставили. Смотрится красиво. Автодос. Здесь мы, конечно, воду не подключали. Но можно показать. Это такие дополнительные кнопки. Целая система. Лежим на полках. Почему две? Одна кнопка поддает просто воду на печку. Вторая кнопка поддает воду, смешанную уже с ароматизатором. Две разных емкости. Две разных емкости. Это в отдельном помещении вся система монтируется. На полках кнопки. А из стены в печку подводится поддача, соответственно, форсунка уже. И можем, не вставая с полка, поддавать. Кстати говоря, вроде как, ну что-то такое, да, как бы излишне кажется, как будто. Но даже банщики, профессионалы, в принципе, говорят, хорошая вещь. Тебе не нужно отвлекаться на поддачу пара. Ты паришь человека. Кнопку нажал быстро. Дальше не отрываясь, пара уже пошел. Поэтому вещь на самом деле хорошая. Вот, обливные устройства, без контрастных процедур в бане, по-моему, вообще делать нечего. Отличное решение, вот такое обливное устройство, ливень. Ну, много про него уже, на самом деле, кто говорил. Здесь мы вот так смонтировали, специально показать, как наиболее лучший вариант его монтажа. Потому что оно такое, достаточно громоздкое. И когда висит чисто на стене, ну, так, бросается в глаза. Лучше всего это делать, как бы, под потолком, если позволяет высота потолка. Да, и есть какое-то пространство. Именно вот таким образом. То есть здесь у нас потолок подшивной, речка делается. Подошли, дернули. Здесь три форсунки открываются, 50 литров. На самом деле, 50 литров это вот тот объем, который нужно, чтобы нормально тебя окатило и ты охладился. 20-25, особенно вот из ведра, обычно пролетает либо туда, либо сюда и разлетается в стороны. Эффект чуть-чуть другой. Вот это наиболее удачное решение. Друзья, эти волшебные звуки раздаются из сауны. Да, это специальная акустическая система для бань, либо для саун. При входе мы имеем вот такой вот модуль. К нему мы можем подключить смартфон, можем карту памяти, можем включить радио, подкасты, все что угодно. И в комплекте идет акустическая колонка, жара и влагостойкая. Чаще их монтируют под полок. Если нам нужно стерео, мы можем докупить второй. И получается вообще обалденный эффект. Здесь мы ее поставляем уже с записанными звуками, такими тантрическими, природы. На самом деле, неплохо расслабляет. То есть, если ты не в компании, допустим, а один посещаешь баню, то включаешь свою любимую, либо такую вот легкую музыку, паришься и расслабляешься. В сочетании со звездным небом и ароматами можжевельника эффект изумительный. Дорогие друзья, на этой завораживающей музыкальной ноте позвольте мне завершить наш сегодняшний ролик. Для меня сегодняшний визит в компанию «Русский мастер» – это настоящее откровение. Я узнал очень много про такие очевидные вещи, как древесина. И мне хочется сюда приехать еще раз, потому что здесь просто, как в Эрмитаже, огромное количество залов, которые нужно обходить и знакомиться с материалами, с тем, как эти материалы можно использовать, как нужно использовать, как лучше всего их сочетать между собой. И обязательно в наших соцсетях мы разместим наиболее понравившиеся нам работы в компании «Русский мастер», для того, чтобы вы, зрители канала «Форнаксвилл», наши друзья, смогли вместе с нами обсудить их и задать вопросы Роману с тем, чтобы мы в следующем нашем визите сюда, в Санкт-Петербург, смогли их задать и рассказать вам о интересующих темах. Ну, я от себя добавлю, что с радостью примем вас у нас еще раз и не один раз. Вот, поэтому для всех желающих, кто хочет построить баню, да и вообще все, что угодно отделать из дерева, обращайтесь, проконсультируем, покажем. Выбор у нас огромный, поэтому можно выбрать совершенно разное, подходящее именно для вас. Что ж, друзья, рады были с вами сегодня увидеться. С вами прощаемся, до новых встреч. А вам, Роман, огромное спасибо. И вам спасибо. Все. Всем пока. Продолжение следует...